солид любителям спецтехники время полдесятого вечера позавчера был снег минус 2 сегодня жарища песец не за двадцатка наверно ну вот что после грунтовки видать ужас 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 а без грунта все казалось более-менее хорошо а в краске будет вообще ужаснейший вот трещина видите в трещину никогда не затекает никогда не затекают ее надо разделывать и зашпаклевывать с этими работа еще эти кискова очень ужасном состоянии а покрасить так вообще офигеешь когда увидишь там просто такое убожество будет что просто 50 всему здесь вот я все перекладывал шпаклей здесь ну так себе нормально относительно стульчики с помоечки делаю свое дело до дырки в шпакле короче надо подшпаклевывать я не мотовал ничего про можно так все зашпаклевать не мотовые эти места и все вот тут еще ужас ужас летящий на крыльях ночи черный плащ их небо чистое чистое всю ночь солнце высветить капот там он лежит все же его будешь поклевать вот так вот он работает когда тут дырка заткнута это принцессу нормально воздух засасывает вроде-то стол не выбивает залил он китрит красный концентрат не приносили пацаны дистиллированной водой развел один к одному полтора концентрата и где-то один и и два воды принципе нормально так вроде работает такую шапку подкидывает маленько вроде ничего более-менее менее более пойдет наверно посмотрим как копать будет еще пока еще вообще ничего не здесь шумку приклеил скорость вторую не сделал это но я не знаю на какой скорости сейчас на быстро или на медленной какая там схема нажата может быть медленно отпущено быстро не трогал не смотрел хочу сейчас залить масло ну в эту бортовую которая типа не течну которое было масло а сюда попробовать соляру залить промыть не знаю разбирать не разбирать бортовую ну хорошо даже если я разберу что я там увижу у меня что гопчасти есть какие-то или что у меня запчастей нету заливши от соляру посмотрю что вытечет оттуда масло но вернее стружка не стружка вообще понимание ну что там она может и без масла ездила может и ничего и не стало но знает как они ездили машине на месте копали никуда не ездили да кто их знает короче как будет так будет все равно ничего не поделаешь у меня нету ничего чтобы отремонтировать эту бортовую пока я закажу это все лето пройдет еще бы знать где заказать бортовую на него правильно что там сломало если там что-то сломало разобрать то в принципе можно вот тут щель вот эта крышка по-любому ну блять ну можно да разобрать посмотреть ну а если там все хуевое искать заказывать по идее так и надо делать просто ну надо понимание вообще если на него работа ребят я же пока не знаю на что он способен надо хотя бы попробовать покопать что-то понять обдумать что-то не течет тогда будет понятно сальники нужны манжеты или что надо так вроде клапаны не тарахтят пусть просушит прокладка под головкой вроде целая не выбивает могло быть все конечно но газуешь он башню поворачивает и но ну а а а а а а а по крайней мере сейчас роба работает ровно не как бы обернулся погибло его вот воздушевая система максимум почти вот такой видать забрала на масло везде немножко подупал я заливал чуть больше красного немножко видать воздух еще был системе ну наверное я так думаю вроде нормально работает я посмотрим как заведется заводится в шапку кидает видели но без свечей в принципе так себе заводится шапку конечно кидает не очень хорошо а то будет где-то копать в помещении закрытом и задохнешься там на хрен в левом она ведь что там делается ужас какой-то песец какой-то да уж не сила ну ладно посмотрим что будет дальше прошкурил все еще хочу загрунтоваться посмотреть как это все будет есть еще косяки тут кое-какие вот тут вот косяк надо все под лампой просматривать вот тут косяк блин можно сейчас конечно еще раз под шпаклевать долго шпакля сохнет знаете солнце ушло вон там оно время пол двенадцатого ночи вот там оно есть здесь его нету и все долго да вот косяк вот косяки вот наверно я еще под шпаклююсь тут так себе такая ну вот такая вот перебежит беребежитая бежитая впадина короче так называемая да вот косяки таки вот видны видны сейчас чуть-чуть разведу еще вот эти места все под шпаклюю целый час уходит пока шпакли высохнет чтобы обрабатывать чтобы наждачку не забивала час уходит понимаете очень долго из-за этого ты-то в принципе можно грунтовать это это вроде бы получше ладно чем буду разводить пакет уйдет чего не поделаешь капот там лежит пакет уйдет Продолжение следует... А сразу видно косяки. Пока без грунта было, ничего не видно. Как только загрунтовал, все сразу видно. Где шпакли нету, можно особо-то и не грунтовать. Это как грунтовочный ложек. Просто песня. Вот косяк. Если грунт нормальный, на улице можно и так, ну, за один проход все сделать. Ветер обдувает, а оно это не течет. Подвяливается. Все, температура зависит. Я не на тюкок нажимаю на пистолете. Но что, если я нажму, сейчас тут все зальет. Сейчас дадим немножко стоять. Че там? Чуть-чуть лезть. У меня это то, типа, проявочного слоя. Чтобы понимать, где какие косяки. Тут видно, что мало, видите. فилименти. Подвеси. Продолжение следует. Также interviewed. Продолжение следует... Экспект. На предемах отметить... давай еще упади до полного счастья вот косички видно чуть-чуть тут шпаклю я пропустил вот воздуха мало компрессии с грунтом ладно для этого слоя пойдет нет ничего вот видно тут ямчики небольшие сойдет надо мыть пульвер стой как наливаем мало конечно ну ладно смотрим все стенки смыли ну так ополоскались теперь берем ёршик прием ему носовали мы закрываем воздуха мало вот это лучше кисточкой мыть вот это вот видите он залепила дыркой это лучше кисти вымывать потом вот там маленькое отверстие есть вот одно есть а второе забито 2 и 5 дырка видите вот так моем все от грунтовался рабочий день окончен время два часа ночи поехал домой как-то завтра надо встать 9 утра каким образом это сделать не знаю как надо встать если я в 5 лягу где и стану 4 часа поспать если получится конечно а вам ребята огромное спасибо что меня смотрите всем без поломок или удачных ремонтов неприятных ремонт